МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день 16 июня 1904 года в здании Финляндского сената сыном бывшего сенатора Эйгеном Шауманом был убит русский генерал-губернатор Финляндии Николай Бобриков. Это была реакция на политику русификации и Великого княжества. 16 июня 1925 года в Крыму открыл свои двери лагерь Артек, столица советской пионерии. 16 июня 1963 года стартовал корабль «Восток-6». На его борту была первая женщина-космонавт Валентина Терешко. В этот день 16 июня родились Салават Юлаев, башкирский повстанец, один из подвижников Емеляна Пугачева, поэт. Маршал Советского Союза Федор Толбухин, один из полководцев Сталинградской битвы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Федор Иванович Толбухин единственный среди маршалов Великой Отечественной, награжденный звездой героя посмертно, а не прижизненно. Под его руководством Третий Украинский фронт освободил три из семи взятых советскими войсками европейских столиц. Бухарец, Софию, Белград. А еще и вместе со вторым украинским участвовал во взятии Вены и Будапешта. Федор Иванович родился в Ярославской губернии в крестьянской семье, но от бедности не страдал, и образование юноша получил вполне достойное в столичной торговой школе и коммерческом училище. О военной карьере Федор и не помышлял, в столице нашлось место бухгалтера. Но вот грянула мировая война, и конторский сюртук пришлось сменить на солдатскую шину. Однако, почти не успев повоевать, Федор направился в школу прапорщиков, и уже в 15-м году он вернулся на фронт сразу командиром роты. Во время всеобщего развала из войск не дезертировал, окончил войну во главе батальона, штаб с капитаном. Еще недавно бухгалтер, а теперь молодой офицер, учащий в Прусиловском прорыве. Он проявил смелость, распорядительность и хорошие волевые качества, за что был награжден орденами Святой Анны и Святого Станислава. Военспеца с радостью приняла новая советская власть, он прошел через бои Советско-Польской войны и через скамью Академии имени Фрунзе. Получил первую советскую награду, Орден Красного Знания. В первый год Великой Отечественной Толбухина перекинули на один из самых гиблых фронтов, Крымский. В марте 42-го генерала сняли с должности и вызвали в Москву. Он готовился к худшему, но встреча в столице закончилась лучше, чем ожидалось. Он стал заместителем командующего Сталинградским военным округом, а в июле возглавил 57-ю армию. Его соединение заняло оборону юга города и в тяжелых боях остановило прорыв немцев к Сталинграду. Позже он участвовал в разгроме Паунса, а в январе 43-го Толбухин стал генерал-лейтенантом и вскоре возглавил весь Южный фронт. Первая фронтовая операция по прорыву на Донбассе окончилась неудачно, но спустя месяц Толбухин взял реванш. И у кого? Самого Манштейна, главного стратега Гитлера. И он полностью освободил Донбасс. Уже тогда у будущего маршала сложилась новая репутация, очень надежного и грамотного командующего. Его коллега генерал-лейтенант Субодин отмечал, что как военачальник Федор Иванович Толбухин имел две характерные для него особенности. Он, как никто, берег личный состав. Всегда стремился добыть победу малой крови. И второй, он обладал исключительной работоспособностью. В периоды напряженных операций по 3-5 суток не отрывался от карты и телефонов, лишая себя даже короткого отдыха. Личного для него не существовало. За победу на Донбассе Федор Иванович получил звание генерала армии. И с тех пор из всех операций Толбухин выходил триумфатором. За месяц он освободил Крым, совершив тяжелый маневр через Сиваж, как во времена гражданской войны. Пять дней его частям понадобилось на взятие оккупированного в Севастополе. А после Крыма Толбухин возглавил Третий Украинский фронт. И тогда началась освободительная эпопея в Юго-Восточной Европе. В августе 44-го его части полностью разбили группу армий Южной Украины и прорвались в Румынию и Балканы. Уже в следующем месяце за эти победы Толбухин принял маршальские погоны. А войну он окончил в Австрии. 9 мая, когда вся страна праздновала победу, 57-я армия, возглавляемая им 3 года назад, вела тяжелые бои за австрийский фельдбах. Немцы капитулировать отказались, и стычки там продолжались до конца мая. Война сильно сказалась на здоровье полководца. В 1949 году он умер от тяжелых болезней, диабета и рака легких. Звезду героя маршал Толбухин получил только 20 лет спустя после победы. Редактор субтитров А.Семкин